В живописнейшем месте Сарамугамского национального парка проходит фестиваль Этно-Артфест. Главное туристическое событие этого года громким концертом открыли больше 10 этнокультурных центров города. В национальных костюмах при полном параде этнокультурные центры города встречают гостей фестиваля Этно-Артфест. Представители каждого центра подготовили свою красочную концертную программу. Узбекский национальный центр показал зрителям фестиваля древнюю традицию своего народа – свадебные обычаи Келин-Салум. Национальные песни, танцы, обычаи и все то, чем богата материальная и духовная культура народа демонстрировали представители больше 10 этнокультурных центров нашего города. Вкусным угощением праздника стали национальные блюда. Корейский кимпап, ульгурский гуйру лагман, ароматный узбекский плов, сочные пельмени, мясные тарелки с аппетитным козой и бараниной. Гостей фестиваля старался угостить каждый. Прошел фестиваль замечательно. Этногруппы были, прекрасные костюмы, замечательные угощения, радушный прием. Полный стол взрослых и детей собрал славянский этнокультурный центр. Здесь каждый желающий мог расписать на свой вкус и цвет вкусный пряник или даже два. Особенно такое развлечение понравилось детям. Здесь очень весело, здесь можно рисовать пряниками, здесь есть разноцветный курт, здесь очень красивая речка, красивые горы. Не было отбоя и от желающих попробовать вот такой вот необычный курт. Фиолетовый молочный продукт привлек внимание посетителей. Этот необычный курт изготавливает Нагима Жаралкасымова. Женщина давно занимается изготовлением молочной продукции, но традиционное производство ей наскучило. Сейчас ее необычный курт со свеклой, шпинатом, тыквой и даже орешками продают даже в Москве. Я давно уже занимаюсь приготовлением курта, но я подумала, почему он может быть только одного вкуса и начала экспериментировать. Добавляла соки овощей, фруктов, орешки. И сейчас у меня пять разных видов этого вкусного продукта. Сейчас мою продукцию реализуют на выставке экспо и даже отвозят в Москву. Всем нравится. И неудивительно, ведь вместо кириешек всяких пусть кушают полезный и вкусный курт. Помимо культурных мероприятий, участников фестиваля ждали прогулки по живописному ущелью, подъем к горному озеру, а также спортивный забег в горы, скайранинг. Организаторы надеются и дальше развивать такой событийный туризм в регионе. Это действительно такой фестиваль, который собирает все наши культурные ценности, нашу дружбу, олицетворяет нашу сплоченность. И символично, когда это в горах, чем мы гордимся, очень цель основная показать всем нашим иностранцам, которые живут в Шимкенте, приезжают к нам, чтобы они ежегодно планировали свои поездки именно на этот фестиваль, чтобы познакомиться с нашей культурой многообразной, с нашими горами, с нашими людьми. Завершился этно-арт-фест музыкой, песнями и танцами. Этот по-настоящему яркий, колоритный фестиваль планируется сделать ежегодным.